Приветствую, друзья! И добро пожаловать на борт! Сегодня мы посмотрим очень любопытный матч в рамках достаточно оригинального турнира Юль Капа. У него своеобразная система проведения. Грубо говоря, в один день проводится 7 по 1 матчей, то есть матчи до одной победы, между разными игроками. Допустим, играет какой-то игрок А и игрок Б. Игрок А побеждает, он получает эту победу 73 доллара, и после этого выбирает себе следующего оппонента. Если он побеждает, еще 73 доллара, он выбирает со следующего оппонента. Итак, все 7 матчей, пока количество матчей не закончится, и ждем следующий день. И в итоге, таким образом, в эту Бо-1 рулетку может заехать кто угодно, потому что в Бо-1 может сработать все, что угодно. И поэтому игроки здесь часто выбирают оригинальные стратегии, пытаются действовать необычно, обманывать своих врагов. И именно поэтому он наблюдает за тем же самым зеркалом нежити с участием не особо известных игроков. Интересно. И конкретно этот матч, это тому доказательство. Это матч между ВФЗ и ТБЦ. ТБЦ вы видите на моем канале впервые, хотя я долго уже за ним наблюдаю. Матч прошел 8 августа 2019 года. ВФЗ довольно оудскульный игрок. Можно сказать, что он один из сильнейших игроков за нежить в мире прямо сейчас. Но, если честно, это в первую очередь потому, что игроков за нежить в принципе не особо много во всем мире. Но в Китае они есть, и ВФЗ среди них явно один из самых известных, если не считать того же 120-го, например. А ТБЦ, в свою очередь, достаточно молодой игрок. Ему 28 лет, что с одной стороны не так уж и мало, с другой стороны не так уж и много. То есть это нормально, можно даже сказать. И при этом он заработал за свою карьеру 11 тысяч долларов, и нет у него каких-то крупных достижений в его карьере. Но, с другой стороны, он очень яркий как игрок. Он один из немногих, если не единственный профессиональный игрок за нежить, который не боится пользоваться такими веселыми стратегиями, как некровагоны, и все в таком духе. И в этом матче он, конечно, будет тоже импровизировать или креативничать. Уже мы видим, что он выбрал нестандартную стратегию в том плане, что он выбрал Лича первым героем. Не сказать бы, что это что-то невиданное. Конечно, мы даже в рамках Европы такое время от времени видим, и все в таком духе. Но, тем не менее, Лич это явно что-то нестандартное. Это не то, что мы видим каждый день. Но при этом, в одно время это была достаточно популярная стратегия. Лич может быстро прокачаться, получать быстро вторую новую, наносить много урона противнику, и тем самым выгодно размениваться. В свою очередь, ВФЗ уже прибежал для того, что разменится со своим врагом. У него 4 скелета, убить Огра он не успеет. Лич получает перчатки скорости, хороший артефакт. Как мы видим, ТБЦ играет через большое количество вурдалаков. Они чувствуют себя здесь плюс-минус комфортно, потому что РСС не может с помощью Койла добить их. Но, с другой стороны, надо хорошо контролировать. Как мы видим, ВФЗ отправляет скелета для того, чтобы харасить околитов. Но вряд ли у него что-то в этом плане получится. Надо также контролировать этих троллей для того, чтобы ВФЗ их ни в коем случае не убил. Большое количество вурдалаков в самом начале матча могут здорово подпортить жизнь врагу. Опять же, учитывая то, что Койл не может им наносить урон. Но с появлением мулича они уже не будут такие полезные. Один из вурдалаков может здесь умереть. Т2 нажали, скорее всего, оба игрока. Так и есть. Лишний околит есть у ВФЗ. Он шел на разведку, вроде как. И может потенциально поставить дополнительную базу. Как мы видим, второго крупного тролля забрал здесь Лич. И он почти получает второй уровень. Шаги от него. Рецепт Смерти пока что без толку здесь бегает. В это время скелеты просто бегают туда-сюда. А тут это БЦ. Начинают бить правильных околитов, которые добывают золото. Но они разрушаются почти мгновенно. Лич продал перчатки скорости для того, чтобы получить лишнее золото, которое ему так нужно было. Машенья Руба была построена на базе для того, чтобы скелеты больше не могли харасить. Наконец, оставится кладбище. Хорошее и важное здание для ускорения добычи дерева. Ну и плюс самое главное, оно технологическое. Оно открывает доступ к всем Т2 зданиям нежити. Забивает все-таки Рецепт Смерти одну из черепах. Но опыта за это он получает мало. Конечно, неприятно должно быть для Лича. Он тогда бы очень быстро приблизился к получению второго уровня. Но, собственно, все-таки он его наконец-то получил. Теперь у него есть нового. С помощью этого нового можно пытаться окружать тех же самых могильщикового врага и пытаться их убивать. Хотя с ним так уже много вурдалаков осталось. Поэтому толком здесь не повоюешь. Личу хочется, конечно, взять третий уровень. Но пока до этого сложно. Но, по крайней мере, у него есть скелеты. У него есть Жезвенек Романтии. Плюс он только что съел своего скелета. Так что у него есть мана на новую. Попытка сейчас будет окружить. Взял с собой много вурдалаков или просто хочет бить большую черепаху. Скорее всего, рыцарь смеси забрать его не сможет. Потому что пока Коэлл прилетит, то Ново в любом случае успеет его забрать. Плохой предмет выпадает для Лича. Собоги ловкости плюс 3. Явно не то, что хочется в этой ситуации. Т2 уже сделано у ФЗ. Т2 у ТБЦ уже скоро будет готово. Второй склеп ставится ТБЦ. Это означает, скорее всего, ну, с точки зрения, что это будет большое количество вурдалаков. Еще больше. Но учитывая, что это ТБЦ, можно ожидать чего угодно. Абсолютно чего угодно. И это Горгули. Явно не то, что можно часто видеть в зеркале нежити. Ноу в лицо паучу рыцарь смерти из-за этого страдает. Да, конечно, ауры ему очень сильно не хватает. Хочет покрепиться еще немного Лича. У него много жезлов в Некроманте. Так что скелетов у него будет много. Маны. Мана он может восполнять с помощью поедания своих скелетов. Но, с другой стороны, своих же скелетов отдавать совсем не стоит. Потому что это лишний опыт. Но, тем не менее, ВФЗ грамотно развлекается. Он сразу же нажимает тир-3 и заказывает ролл-героя Лича. С этим Личом будет попроще. Пока он просто тянет время для того, чтобы Лич не прокачался. Первые Горгули вышли. Эти Горгули должны удивить ВФЗ. У него сетки, понятное дело, еще нету. Почти умер рыцарь смерти. Неужели он здесь может умереть? Он вынужден прожимать свиток телепортации. Иначе он там бы 100% погиб. Ставится бойня. Скорее всего, скоро он будет прокачивать еще сетку для пауков. Но пока он просто делает могильщиков. После этого 100% будет сетка. И начинается свобода для Лича. Может он теперь спокойно крипится. Надо взять обязательно третий уровень. Зелье восстановления выпадает. В принципе, для восстановления маны. Очень даже неплохой артефакт. Жертвенник ставится. Жертвенник для разведки. Но, с другой стороны, при этом еще жертвенник открывает доступ к кастиному заводу. И, возможно, именно его мы здесь увидим. Ну вот, пожалуйста. Вышел Лич у ВФЗ. Поэтому убил Вруталака сразу же. Который его в сетку поймали. С другой стороны, он пока что первого уровня и Лич не может восстанавливать себе ману. В это время Рыцарь Смерти пользуется особенностью карты. Что здесь есть фонтан жизни и восстанавливает себе спокойно здоровье. Конечно, ему в этом плане сильно повезло. Так бы он очень долго восстанавливал бы себе здоровье здесь. Дополнительные зеккураты ставятся. Жертвенник тоже строится. В первую очередь, опять же, для разведки. Потому что вряд ли здесь будет что-то другое. Потому что пока что мы видим исключительно стандарт. Делаются обсидиановые статуи. Сетка, скорее всего, уже есть у могильщиков. Красную точку решил покрепить ТБЦ. Он, видимо, убил дракона. Или что? Да, он убил дракона. Ему выпал отвратительный для него артефакт. Сапоги Кильталаса. Плюс 6 ловкости. Лучше бы ему что-то другое выпало. Но, с другой стороны, этот артефакт можно продать. В любом случае, чтобы не произошло. Смотри, уже скоро будет. И заказан еще Рыцарь Смерти, как второй герой. Все-таки он слишком хороший для того, чтобы его игнорировать. Аура хороша. Коилл хорош. Можно убить Акалита до того, как он начнет превращаться в тень, но не успел это сделать. Дагенов никуда залетело. Возвращается домой в ФФЗ. У него до сих пор нету ауры, так что передвигается он медленно. Вторая обсидиановая статуя вышла. Скоро пойдут сфинксы. Улучшение до сфинксов делается. Рано или поздно будет заказан также еще и второй герой. Тень, если что, уже сделан в ФФЗ. Поэтому он будет постоянно наблюдать за передвижением вражеского героя. Ему это совсем не втягать. Это время, пока воюется с скелетами, которые пытаются похарасить экономику противника. Действительно строится костяной завод. Учитывая, что в ФФЗ, что что-то, прошу прощения, ТБЦ делал горгулей, то ничего, кроме костяного завода, ждать не стоило. В чем смысл тогда горгулей? Они слабы просто так, без ничего. Костяной завод позволяет делать ледяных змеев. Эти юницы так редко появляются в профессиональных матчах, так что, возможно, некоторые об этом забыли. Опять убивает Большого Дракона. И выпадая от робомагии, плюс 6. Хороший артефакт, но стоит уже уходить отсюда. Самое главное, что третий уровень лич получил, и у него есть хороший артефакт. И отсюда уже, в результате, ничего не получит, кроме второго уровня для Рыцаря Смерти. Ледяные змеи очень сильные юниты. Они наносят много урона, пускай и дорого стоят. В зеркале нежити вообще их очень странно видеть, потому что у нежити есть сетка у могильщиков, которая не позволяет путешествовать этим юнитам. Тем более, что Рыцарь Смерти не был взят у ТБЦ первым героем. Соответственно, лечение у него достаточно слабое. Будет интересно посмотреть, как это будет расконтроливать ТБЦ. Как он это собирается реализовывать. Что понятное дело, что это не чисто воды импровизация. Это отработанная какая-то стратегия. Делает он лишнего Акалита. Скорее всего, он будет ставить базу, потому что вряд ли ему сейчас уже нужна разведка. Увидели вражескую тень, сейчас ее убьют. Из-за своей тени. Тень увидела тень. И, возможно, встретятся в центре карты. Сфера проклятики есть у обоих героев. Проблема в том, что здесь у Рыцаря Смерти есть аура. Здесь нет. Соответственно, в фазет быстрее. Но, с другой стороны, выгнали Огроорда. Куда бежит ТБЦ? Неужели он хочет разменяться именно на главной базе? Таким образом, он дает опыт своему врагу. Темная охотница, если что, появилась третьим героем. Офазет как раз ли не моты? Но на первом уровне он взял темную стрелу. Шикарный артефакт выпадает. Это явно не то, что хотелось бы видеть ТБЦ у своего врага. Это аура архимага. Соответственно, а маны у нежити... Офазет, точнее, вообще никогда не будет заканчиваться. Это ужасно. Первый костяной дракон... Зеной Змей, точнее. Выстроится и заказывается также еще и дополнительные горгулии. И забег на главную базу. Попытку убить тех же самых, как Алитов или Вурдалаков. Кого бы то ни было. Нужно быть осторожным с контролем. В любом случае, можно попытаться убить... Одного Вурдулака уже поубил. Это неплохо. Светок телепортации имеется у Лича. У него здоровья мало. Поэтому нужно быть осторожным. Пытается закрыться как-то в Гу. Если бы горгулии атаковали сфинкса, было бы неплохо. Но, похоже, он все-таки успеет улететь. Все-таки под ауры он достаточно быстро. И в итоге он разменялся... Убил одного Вурдулака и использовал свиток телепортации. Явно не доволен, на что он рассчитывал в этой ситуации. Но, с другой стороны, первый ледяной дракон у него уже должен был появиться. Да, вот он, красавчик. Посмотрите на него. Красивая моделька. Очень хочется увидеть, как он будет сделан в Reforged. Это должно быть просто великолепное зрелище. Потому что нам уже показали, как выглядит дракон. Это тот красный, которого уже нету на этой карте. А вот и длинного змея не показывали, как и многие других юнитов. Лимиты плюс-минус равные. Возможно, даже ТБЦ сделал медвежью услугу в ФЗ, что убил Вурдулака. Таким образом, он вышел в зеленый лимит и получает больше золота. Он был в желтом, на очень некрасивом 51 еде. Ну и начинается тут самый настуральный расстрел. Один Акалит погибает. Еще погибает два Вурдулака. Надо как-то здесь поймать своего врага. Но проблема в том, что ледяной змей всего один. Урона мало. Но, с другой стороны, какой-никакой урон он наносит. Один магийщик погиб, но этого недостаточная размена. Нужно убивать больше. Один из магийщиков ловит койл. Уровни поднимают юниты и герои в ФЗ. Теперь уже Руцерсмерти третий уровень, так что у него второй койл. Хотя много магийщиков здесь действительно теряет в ФЗ. Вообще, для него это плохая драка. Размен для него отвратительный. Можно даже сказать, что победителям из этой ситуации выходит в итоге ТБЦ. Да, он потерял Акалита, да, он потерял Вурдулаков. Но он убил очень много магийщиков. Так что он должен чувствовать себя комфортно. Плюс еще он заставил, опять же, врага использовать цветок телепортации. Герои красивые. 3-3-2 получается, или кто? Да, 3-3-2. Есть отвар неуязвимости, хорошие артефакты. Найдите бы еще какие-то когти. Лоп, совсем хорошо. И при этом в очень некрасивом желтом лимите сейчас находится ТБЦ. Ему бы накопить золото перед тем, как что-то заказывать. Он заказывает еще одного Акалита. Видимо, все-таки он собирается ставить базу, потому что зачем иначе 6-ой Акалит. И хочется, конечно, заказать еще одного. Да, он все, отменил. Отменил строительство одной горгулей для того, чтобы оставаться в зеленом лимите. Ему это надо. Четвертый уровень улича, третий уровень у рыцаря смерти ТБЦ. Здесь же в случае 3-3-2. Явно у ФФЗ в плане опыта получше дела обстоят. Но это в первую очередь из-за этой точки. Ох, ничего себе, ФФЗ здесь базу поставил. Она только что была достроена. С другой стороны, он также разведует, чтобы не было базы у ТБЦ, чтобы ее отменить в случае чего. Но если что, то что ФФЗ не знает о существовании этой базы. Он эту порченную землю не видит, это баг или боя. Но только что он мог ее увидеть, учитывая, что у него воздушные войска. Но сейчас ночь. Но он видит вот эти вот испорченные деревья. Поэтому он точно знает, что здесь сейчас база находится. И надо пытаться ее сломать. Поднимает скелетов и отправляет. С другой стороны, ФФЗ атакует базу ТБЦ. И явно ему это может не понравиться. В желтый лимит выходит сам ТБЦ в это время. Заказывает юнитов, чтобы в 60 еде быть. Убивает Акалита и в итоге ломает базу. Для него ситуация хорошая. Жаль, что не хватает ресурсов вообще на улучшение атаки. С этой телепортацией, что есть, будет ли он прожимать его, интересно. В это время падает один из склепов. Явно не какая-то большая проблема, но тем не менее проблема. На видео он не собирается телепортироваться. Потому что зачем, тут очень близко находится враг. Убьет ли он тень. Тень не замечает ТБЦ. Сейчас уже гоняться за ней как-то бессмысленно. Но в любом случае он знает, что ВЗ отсюда отошел. Но он потерял по сути всего лишь один склеп. Это не катастрофа. И тень в итоге ушла. Медленно среагировал ТБЦ на эту ситуацию. Но зато будет скоро третий ледяной дракон. Вообще, выходом из этой ситуации для ВЗ может быть банши с адепством. Потому что напомню, что антимагический щит впитывает весь магический урон. А ледяные змеи наносят атаку магией. Так что, чтобы защищать юнитов, чтобы они не умирали вот так вот за секунду от ледяных змеев, можно именно этим пользоваться. Но пока что ВЗ к этому не пришел. Ресурсов на это не хватает. Но, если что, ТБЦ специально направил тень на вражескую базу, чтобы узнать, когда он будет ставить этот самый храм проклятых. Потому что он сам об этом подозревает. Увидел ТБЦ, что эта точка закреплена. Может попытаться воевать. Хорошая нова. Но тут шикарная нова по всей армии ТБЦ. Она замедлена. Поэтому ледяные змеи не смогли выстрелить по рыцарю смерти. Светок телепортации прожимает ТБЦ для того, чтобы избежать. Иногда никаких юнитов попытку убить сфинкса. Но, опять же, ТБЦ не успел с микроконтролить. Если бы сразу сказал бы атаковать сфинкса, может быть, его и съел бы. Потому что просто посмотрите на это громадное количество горгулей. У ТБЦ так-то немного золота, в отличие от... Нет, подожди, вот ТБЦ нормально золото. Все хорошо. Делает он первое улучшение на атаку. Делает еще одну тень. Чтобы у него было их две. Разведывает, если тут что-то у врага. Отправляет также скелета в центр карты, чтобы знать, отстраивает ли он там дополнительную базу. А в это время ВЗ продолжает крепиться. У него по опыту все шикарно. Скоро четвертый уровень улича. Светок зверя есть, что есть. Вообще, учитывая, что у него много горгулий, он просто может горгулиями съесть сфинкса и после этого использовать светок зверя. Это будет нормальная тема. Хотя, с другой стороны, ВЗ просто сразу же в этот момент поднимет одну из обсидиановых статуй и съест свиток зверя с юнитового врага. Но, тем не менее. Да, тень разведывает. Все, смотрит, есть дополнительная база. Видит, что нету. Четвертый уровень получает лищ, видимо. Да? Нет. Третий уровень получает темную охотницу. Ну, даже интересно, что он взял. Вторую немоту или вторые темные стрелы. Что-то что-то имеет право на жизнь. Видимо, хочет поставить в центре базу, в центре карты. Ну, да, он построил колит и сейчас ведет сюда туда. И заказывает дополнительного ледяного змея четвертого. Ставит храм проклятых. И ТБЦ прямо сейчас... А, нет, он видел. Он видел это здание. Ему бы спешить, потому что, как только будут появиться банши с адепством, ледяные змеи резко потеряют эффективность. Они не смогут носить такое колоссальное количество урона. Потому что урона-то они наносят много, но у них проблемы с скоростью атаки. Медленно атакуют, грубо говоря. Ну, вот банша пришла, пока что без адепства. Можно еще повоевать, но ТБЦ тянет время. ТБЦ просто тянет время. Адепство заказывается в это время. 69 лимита у ТБЦ против 58 ОВЗ. У ТБЦ армия посильнее, но воевать по вражеской зоне территории было бы сложно. Поэтому он просто ждет. Но, опять же, вообще, чем дольше он ждет, тем сложнее для него. Потому что если там будет много банш с магическим щитом, он просто ничего не сделает. Но он хочет подождать, пока база поставится, чтобы быть в безопасности. Четвертый ледяной дракон вышел. Да, красивое зрение. Или еще с первым улучшением на атаку. Да. Это, конечно, фантастика. Я никогда не перестану удивляться гениальности Близзард, по крайней мере, тех лет. Как красиво этот ледяной змей выглядит сверху. И как он выглядит вот так вот вблизи. Да? Ну, типа, разница какая. Сверху он очень красивый. Горгули тоже, особенно их лицо. У меня навсегда их пугало. Хочу рефоржд. Новые околиты выходят. В это время отстраиваются в АФЗ. ТБЦ теряет свое время. Там уже две банши. Видит все это в АФЗ. Должен понимать, что чем дольше он тянет, тем сложнее для него будет. Свиток исцеления, если что, он купил. Только один. Ну, вот, наконец-то, вот, поставилась шахта. Что-то для него хорошо. Но банши, банши с антимагическим щитом. Это ужасно. Любопытно, конечно, что у АФЗ нету тени. И он не знает о существовании тени врага. Хотя при этом жертвенник, если что, он видел. И как бы то, что в флоте факт, что там есть ледяные змеи, явно демонстрирует, что там есть жертвенник. Потому что это здание требует существования жертвенника. Там даже две-два храма проклятых. Дополнительные банши заказываются. Пятая производится. Ну, а что, накладывается антимагический щит. Начинаются проблемы для ТБЦ. Плюс еще, если что, банши накладывают проклятие. Они держатся на ледяных змеев. Учитывая их скорость атаки. Это просто катастрофа какая-то. В общем, банши это прямая контра. Одинного змея. Винюхов АФЗ сейчас хочет подраться. У него армия меньше на десятку, но значительно эффективнее. К тому же, если что, там, а нет, все заказано. Четыре дедных змеи и много вурдалаков. Что ж, драка начинается. Есть, если что, одна башня духов. Можно как-то повоевать. Съесть сфинкса желательно. Хорошая новая провидцерия смерти. Много урона получают рыцарь смерти. Но если что, у него есть большая банка здоровья. Сфинкс сразу же съедается. Светок зверя будет использовать прямо здесь и сейчас. Сетку поймали ледяные змеи. Один из них, ну вы сами видите, что происходит. Просто ледяные змеи получают в два раза больше урона на так могильщиков из-за этого брони. В итоге все сломили сетку. Попытка убить именно рыцаря смерти. Рыцарь смерти падает. Но с другой стороны сыпется армия у ТБЦ. Ледяных змеев почти не осталось. Светок зверя был использован. Но там слишком много могильщиков, которые просто уничтожают этих бедных драконов. Пытается их убивать, но под новой, которая замедляет атаку, делать это очень сложно. В итоге остается последний ледяной дракон. Героя недостаточно для того, чтобы наносить урон. Горгулей тоже становится очень мало. И в итоге тут одни герои уже просто сами доминируют. Но и опять же проклятие. Проклятие решают. Промахи это сильная тема. Приводится будет дополнительный лурдлаг, чтобы как-то воевать. Потому что у ТБЦ совсем не осталось армии. Выкупается... А, не, покупается Нага. Потому что это очень сильный герой на первом уровне. Со своими ледяными стрелами. Можно пытаться убивать врагов противника. Особенно учитывая, что это там не рыцаря смерти с аурой. Замедление будет суперэффективным. Попытка убить могильщика раненого. Скорее всего он здесь умрет. Но армии у ТБЦ совсем не осталось. 55 лимита против 35. Мурдлаги почти моментально падают. Попытка убить могильщиков. Но здесь если что, просто ФЗ все грамотно контролируют. И есть банши опять же. С антимагическим щитовым проклятием. Хотя тут могильщика можно убить. Он его убивает. Конечно, лич 5 уровня тащит. Но Нага подставляется под фокус. Скорее всего здесь падает. Именно так и есть. 23 лимита на 52. Здесь уже будет сложно что-либо сделать. Ну, пилич 5 уровня это, конечно, сила. Но проблема в том, что его ФВЗ тоже лич 5 уровня. Еще и с более шикарными артефактами. Плюс 23 урона. А здесь плюс 11. Лич здесь на порядок сильнее. Еще и отвар неуязвимости в случае чего имеется. Две башни духов спасают. Но тут золото не добывается совсем. Берут околито просто для мяса. Чтобы они прикрывали какой-то урон. Прицельзмейсты здесь уже выходят. Попытка отойти на фонтан и восстановить здоровье, видимо. Ну, конечно, база уцелела. Но она ничего не добывает. Сейчас вот околито, правда, придут. Чтобы добывать золото. Крепится точка. Темно-охотница в шаге от получения 5 уровня. Ну, как в шаге. Если бы лишь здесь отошел, было бы в шаге. После убийства этой точки. Здесь рецепт смерти уже вышел. И он здесь прямо сейчас получит 4 уровня. У него будет 2 аура. Так что ФВЗ становится куда более мобильным, чем его враг. Но опять же аура архимага. Просто посмотрите на эту скорость восстановления маны. Особенно еще учитывая, что тут есть статуя. Правда, самой маны нету. Поэтому она восстанавливать ничего не может. Но ресурсов не осталось. Ставится дополнительная шахта снизу справа. И наконец-то ФВЗ начинается золото добыча. Ну, вы сами видите армию ТБЦ. Просто 2 героя и 1 бурдалаг. Я хотел сказать 2, но нет. К сожалению, парень умер. Сгорел на работе. Пытаться же здесь будет что-то сделать ТБЦ. Но там уже и скелеты 2 уровня. И под фокус поставляется рыцарь смерти. У ТБЦ. Больше не может принимать участие в драке. ГГ пишет ТБЦ и проигрывает. Вот так вот. Наказание за оригинальность. Ну, на самом деле, у ТБЦ все было плюс-минус под контролем. Он просто дал возможность своему врагу построить банш. И я думаю, что ТБЦ просто сделает из этого вывода. И больше он не будет делать таких ошибок. То есть, будет пытаться постоянно давить своего врага, не давая возможности сделать банш. Потому что банш полностью выключает из игры льняных драконов. Они просто ничего не могут сделать. Льняных змеев. Просто ничего. Ну и по опыту мы видим преимущество на 1400 опыта. Но это в первую очередь потому, что уничтожил просто какое-то громадное количество юнитов в ФЗ. Но матч в любом случае интересный. В первую очередь из-за того, что ТБЦ воспользовался необычной стратегией. К сожалению, в реалиях нынешнего Варкрафта Зеркало Нежить это самый скучный матчап среди всех. Потому что там не бывает какого-то оригинального развития почти всегда. Всегда Рыцарь Смерти, всегда Лич, всегда Темная Охотница, всегда Орды Могильщиков и всегда несколько статуй. И в итоге, кто кого перемикрит, то и ты выиграет. Вот такие реалии этого матчапа. В любом случае, это было интересно. Этот матч. Спасибо, что были со мной, дорогие друзья. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и удачи в плавании!